Вообще не так-то просто выбрать самые популярные каналы на Яндекс.Дзен. Ну, по крайней мере, потому что параметров слишком много. По какому параметру их оценивать? Аудитория, количество подписчиков или, может быть, заработок? Неразберихи в этом вопросе добавляет еще и то, что Дзен площадка такая, мультиконтентная. То есть там есть видео, есть посты, есть статьи. И, скажем честно, есть откровенно слабые каналы, где статьи не очень хорошо заходят, но в какой-то момент такие каналы берут, выпускают какое-то одно видео, которое, скажем так, выстреливает и набирает просто сотни тысяч просмотров. Пожалуйста. И возникает вопрос, а этот канал является популярным или не является? Можно ли считать канал популярным, если на нем популярны только видео? Можно ли считать канал популярным, если у него есть синяя галочка? В общем, в этом видео я оценил разные каналы по разным параметрам и по моему субъективному рейтингу одни из самых популярных каналов на Яндекс.Дзен. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Понятное дело, что каналы на Яндекс.Дзен ведут первую очередь для заработка. Но на самом деле в интернете гораздо больше способов заработать. Сейчас многие специальности теряют свою актуальность, но только не специальности в IT-сфере. IT-сфера одна из самых востребованных и оплачиваемых. И у вас появилась возможность получить трендовую специальность в этой сфере за половину стоимости в рамках проекта «Цифровые профессии». Вы выбираете понравившийся вам курс, вносите половину стоимости, а остальную часть цены оплатит государство. А в конце обучения вам будет выдан диплом о профессиональной подготовке. Да и обучение проводят не абы кто, а крупные компании, которые уже сделали себе имя и ручаются за качества. Такие как Яндекс.Практикум, СберУниверситет, Нотология, Иннополис, Академия IT и десятки других в зависимости от того, какую специальность вы выбрали. Можно выучиться на разработчика, программиста, тестировщика, бизнес-аналитика, продукт-менеджера, веб-дизайнера и на другие профессии. В общем, переходите по ссылке в описании, узнавайте подробности и получайте новые профессии. Но давайте продолжим. Как я уже сказал, канал в рейтинге может сильно вырасти чисто из-за того, что в нем есть популярные видео. Какие-то могут оказаться в рейтинге чуть ли не на первом месте. Вот, например, канал «Истории со всего света». Что мы на нем видим? В описании написано, что здесь у нас трогательные, захватывающие, удивительные и поучительные истории со всего света. И статей у нас здесь есть, что про отца восьмерых детей, как сложилась судьба звезд. Собственно, у нас весь канал здесь о жизни звезд и основной его контент это видео. Аудитория канала где-то 6 миллионов человек. Ну то есть, понятно, какой-то канал, где очень много видео на такую, немного, скажем так, желтоватую тему. О жизни звезд, о их судьбе. И вот за счет этого канал вышел чуть ли не на лидирующие показатели. Можно ли сказать, что это популярный канал со своим именем? Ну, конечно, судите сами. Но мы сегодня поговорим немножко о других каналах, которые затрагивают темы популярные, но при этом не такие желтые. Итак, поехали. И самая популярная тема на дзен, как я неоднократно говорил, это кулинария. Что за каналы у нас есть по кулинарии? Вот здесь канал с видео. Называется «Еда без повода». Аудитория более 7 миллионов человек. На канале, как я уже сказал, видео с рецептами. То есть это уникальное видео, человек берет, сам записывает рецепты, как-то озвучивает их своим голосом. Единственное, конечно, галочки на канале нет. Но если нам нужен канал на эту же тематику и с галочками, то вот, тоже канал «Кухня наизнанку». Здесь тоже у нас в качестве контента выступает видео. Аудитория у нас 3 миллиона 700. В принципе, каналы очень похожи, просто у второго аудитория в два раза меньше, но есть синяя галочка. Опять же, эти каналы ведут женщины, но это не значит, что если вы мужчина, то не сможете зарабатывать на каналах с рецептами. Как пример, люблю приводить канал «Десертный Бумбич». Сейчас он почему-то называется только «Бумбич». У него тоже есть галочка, там он выкладывал раньше статьи, сейчас, наверное, преимущественно видео. Аудитории у него намного меньше, чем у этих двух каналов, но все равно где-то полтора миллиона. Но, повторюсь, ведет его мужчина. Мужчина ведет канал про кулинарию. Единственный канал про кулинарию, кстати, который я читал иногда. Но не каждый мужчина захочет заниматься готовкой еды. Некоторым по душе больше что-то колотить, мастерить, изготавливать. В общем, тут тоже широкий простор для мечты и для жизни. На Дзене вообще популярны каналы, где люди что-то делают своими руками, делают это сами. Причем, чтобы были и уникальные картинки, и уникальные видеозаписи. Опять же, канал вот у нас как пример. Столярка наизнанку. Аудитория 6,7 миллиона человек. На канале у нас тоже видео. Можно полистать, посмотреть, что он там изготавливает. Галочки на канале нет, но если нужен канал с галочкой, то вот у нас канал Мастер Сергеевич. Тут, как мне показалось, даже более разноплановый контент, включая декор, украшательство. На канале 1 миллион 380 тысяч человек. Опять же, продолжая тему своими руками. Если не хочется готовить, но хочется залезть на мужскую территорию, вот есть канал про декор, уют, интерьер. Вот канал Шебешик. 3-4 миллиона аудитория. Про что у нас тут? Вот последнее видео про то, как она не выкинула старую шторку в ванной, а пустила в дело. Вот у нас видео про то, что она сделала из консервной баночки. Ну и в таком ключе вот у нас остальные видео. Но это у нас тематики, где можно делать уникальные видео. Есть тематики, где не так просто делать уникальные видео, скажем. Вот наука. Многие почему-то считают, что про науку на Дзене писать, ну, не очень прибыльное дело. Но на самом деле есть каналы, которые успешно пишут про науку. Вот один из них. Канал Дениса Юшина. Он специалист в области физики, материалов и адаптивных технологий. Здесь он пишет даже про ракетные двигатели, роботов. Вот статья про то, что безделье полезно. Кстати, полностью согласен. Но это вопрос в чем-то даже философский. То есть он пишет про разные области, но поскольку у него больше статей, чем видео, то и аудитория у него 732 тысячи. Но 732 тысячи довольно неплохая аудитория для научного канала. У меня, скажем, на канале по истории в свое время, в лучшие годы, была аудитория где-то миллион. Причем видео на тот момент было не так популярно. Видео я вообще там не выкладывал. Из тревел-блогеров я бы выделил в первую очередь тревел-маньяка, у которого были и очень популярные статьи, и очень популярные видео. И Илью Варламова. Но если тревел-маньяк это больше дзен-блогер, то Илья Варламов с аудиторией в дзен 2,9 миллиона человек. Он больше такой ютуб-блогер, жж-блогер. В принципе, у него и на ютубе где-то почти 3 миллиона человек. И перешел он на дзен уже потом и переманил часть аудитории. Но тревел-тематика, в принципе, довольно популярная. Наверное, я бы ее даже на второе место после кулинарии поставил. Может быть, на третье после рукоделия. Но это все более-менее серьезные темы. Что у нас с развлечениями? Скажем, ну развлечения, я не считаю развлечением. Желтушные какие-то статьи про жизнь звезд. Но если брать вот канал про фильмы, например, вполне себе развлечение. Вот канал записки актера. У него есть галочка. Ведет его профессиональный актер театра и кино. Аудитория у него 851 тысяча человек. Опять же, раз статьи, то и невысокая аудитория пишет про события где-то в мире шоу-бизнеса. И на мой взгляд, это лучше, чем тот видеоканал, который я вам в самом начале показывал. Здесь он высказывает свои мысли и мнения, как минимум, в отличие от того канала. Но есть каналы со статьями про кино, даже более популярные, чем это, где либо нет видео, либо его слишком мало. Вот, например, еще один канал, называется «Еще один блог о кино». Ведет его журналист. Здесь у нас есть даже исторические статьи, причем вот про Николая Второго. Вот полистаем дальше, посмотрим. Про Северную Америку, Пушкина и другие. Но, видимо, тема фильмов приносит не так много денег. И вот он немножко изменил концепт. Хотя вот встречаются и статьи про фильмы. Опять же, аудитория 1,4 миллиона человек. Для канала со статьями довольно неплохая. Какие еще темы у нас популярны? Есть каналы про фитнес и ЗОЖ. Вот у нас канал с галочкой. Называется «Павел Карпачев», то есть авторский блог. Фитнес-блогер с красным дипломом. Аудитория у него 1,8 миллионов. Ну, тут все понятно. Есть попсовые статьи из разряда «5 привычек по утрам», которые сделают вас супер успешным. Есть советы про похудение, питание. То есть частично такие попсовые темы, частично такие советы. Но есть каналы еще более узкоспециализированные в этом направлении. Вот есть канал Юрия Спасококотского, который YouTube-блогер преимущественно. То есть я его впервые на YouTube увидел. Потом он перешел на дзен. Насколько я знаю, он занимался бодибилдингом. У него канал с аудиторией 1,4 миллиона человек. Тут у нас опять же больше про накачку мышц. Опять же про похудение и советы из этой области. То есть Юрий даже курсы в этой области продает. И можно сделать вывод, что тематика спорта тоже довольно популярная. Тоже можно на ней неплохо заработать. Но что делать с темами, которые не очень обычные? Вот, допустим, канал про животных. Называется «Книга животных». Энциклопедия всех видов живущих и вымерших зверей. Аудитории у него 2,1 миллиона. Тут есть видео, есть и статьи. Понятно, почему видео с животными добирают. Хотя тут и статьи вот набирают. Тут вышел капряд. У нас аж 284 комментария. Видео с животными, они в принципе такие вот довольно вирусные. Но если еще более субзить тему, то можно увидеть каналы, которые вообще узкоспециализированные. Я вот все подряд не буду приводить каналы. Там, не знаю, канал, скажем, не про телефоны, а про конкретно айфоны. Или, скажем, айфон 12. Или там, не знаю, про андроид. Или какую-то конкретную его модель. Ну, возьмем тех же животных. Что у нас есть? Вот канал про медведей. Тут аудитория всего 110 тысяч человек. Но, тем не менее, довольно узконаправленный канал. Называется он «Авиамедведь Мансур». Есть даже галочка. Есть ли смысл вести такие узкоспециализированные каналы? Ну, мне кажется, нет. Нужно брать более широкую тему. Скажем, вот как я показал. Канал про науку. Там можно и про физику писать, и про химию писать, и про полеты в космос писать, и про историю. Ну, то есть, широкая тема. Можно не становиться заложниками одной темы. Канал про животных. Опять же, про все виды животных. Причем, их можно описывать и в историческом контексте, где они что-то делали, как-то участвовали. И в биологическом научном контексте как-то описывать. То есть, темы, они как-то пересекаются. Скажем, животные в науке, животные в психологии, животные в истории. Пожалуйста. А ограничивать себя каким-то одним видом животных? Ну, сами себя загоняйте в угол. Что касается статей и видео. На мой субъективный взгляд, статьи, конечно, по деньгам лучше оплачиваются, но видео настолько более популярны, что вот, как мы видели, аудитория может там до 7 миллионов человек доходить. Я тут опять недавно читал дзенофоба, который жалуется на то, что дзен специально продвигает видео на своей площадке. Но тут дело, скорее всего, не в дзенофобе, а в том, что, ну, видео просто людям проще смотреть. Они открывают видео, слушают, ничего не надо думать, никак не нужно напрягаться, смотришь себе, слушаешь и пожалуйста. Единственное, видео, конечно, нельзя там где-то в каких-то вот на работе почитать, пока в автобусе едешь без наушников, его сложно слушать. В общем, на мой субъективный взгляд, чтобы добиться какого-то успеха в дзене, нужно брать либо довольно широкие темы, где у вас довольно большое пространство для маневра будет оставаться, либо вести что-то вроде личного блога, где вы будете делиться каким-то уникальным опытом, скажем, вот те же путешествия, либо что-то делаете своими руками, там, строите дачу, готовите еду, украшаете интерьер, неважно, уникальный контент, который вы полностью сами изготавливаете. Не переписка каких-то статей из интернета, не воровство чужих фотографий и видео, а свой уникальный контент, тогда да. Видео или статьи, ну сейчас понятное дело, что и дзен продвигает хорошо видео, и сама аудитория любит видео, но я все же считаю, что лучше чередовать, делать и видео, и статьи. Ну и видео не так просто изготовить, как написать статью. Ну и на мой взгляд, есть какие-то темы, ну совсем не популярные, это, как я уже сказал, какие-то узко-узко направленные темы, скажем, если вы пишете не про все автомобили, а скажем, про конкретно марку ВАЗ, даже не про все ВАЗы, а какой-нибудь 2110, ну либо темы, которые не очень интересны аудитории Яндекс.Дзен, ну скажем, компьютерные игры. Я не находил ни одного более-менее такого прям очень популярного канала про компьютерные игры, ну потому что аудитория Дзен, это все-таки не молодые люди, а люди постарше. Когда создаете свой канал, наверное, следует это учитывать, вот. Понятное дело, что в рейтинг вошли не все самые популярные каналы, если кого-то пропустил, ну уж простите, никто мне денег за это не платил, если заплатите, ну я буду не против, и обязательно расскажу о вашем чудесном канале, вот. Ну, а у меня на этом все, подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь, ставьте нравится, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok